Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм.ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря эмблеме и нашему девизу «Заружу их оплакиваю мёртвых, разбиваю молнии», мы по наущению нашего гуру Психфармача начинаем рассказывать о различных ловушках для пального, в которые он попадает, если приходит к врачу с определёнными жалобами. Ну, например, приходит к врачу, психиатру и жалуется на плохую память. Что может в этом случае случиться? Очень важно, чтобы вы прослушали этот ролик. Не говорите, пожалуйста, что мы вас не предупреждали. Если это с вами случится, пеняйте сами на себя. Итак, почему люди жалуются на память? Философ Ларош Фуко сказал как-то, что все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свою. Действительно, вот за всё время работы психиатром не встречал ни одного больного, который пришёл бы ко мне и сказал, доктор, я дурак. Я, собственно говоря, не очень умный человек. Нет. Но очень много людей жалуются на плохую память. Причём они даже не обращают внимания на то, что память ухудшается всё-таки у человека в пожилом возрасте. Это, собственно говоря, проявление деменции. Люди среднего возраста, молодёжь, они просто не могут страдать нарушением памяти. Ну, конечно, если у них нет, скажем, алкоголизма, или их там череп не пробит ломом. В общем, если у них нормальный мозг, то он просто не может страдать нарушением памяти в этом возрасте. А что это может быть? Ну, одной из возможностей может быть ипохондрия, ипохондрическое расстройство, которое последней классификацией МКБ-11 современной, на которую мы сейчас переходим, оно очень важно, чтобы вы знали, отнесено к навязчивым расстройствам. То есть, это, вот очень многие почему-то про ипохондрию думают свысока, что это какое-то притворство, нет. Это никакое не притворство. Это нормальное навязчивое расстройство, когда человек навязчиво думает о том, вот из-за чего у меня плохая память. Начинает ходить по врачам, искать причины плохой памяти, набирает кучу различных анализов, пытается создать какие-то диагностические концепции. Это очень важно для ипохондрика, что он всегда знает, чем он болен. Он может сказать какой-нибудь диагноз, предположительный, конечно. Или тот, в котором он уверен. Ну, правда, время от времени эти диагнозы меняются в зависимости от обстановки, но диагноз всегда есть. Любят посещать врачей, понятно, у кого обследоваться, у кого лечиться. Ну, иногда некоторых врачей избегают. Избегают прежде всего врачей, которые откровенно ставят диагноз апохондрическое расстройство. Почему избегают? Ну, потому что кажется, что вот они нехорошие врачи. Потому что почему-то считают, что апохондрическое расстройство – какой-то стыдный диагноз. Это не так. Нормальный диагноз. Действительно, как и любое навязчивое расстройство, последствия довольно серьезные. Нарушение в личной, семейной, социальной жизни, в учебе, в профессиональных обязанностях, сложности определенные. Человек набирает огромную историю болезни. Тоже, между прочим, большая проблема. Попробуйте походить с такой историей болезни, где очень и очень много всяких там выписок, справок. Да бог видит, что там творится. Сейчас, правда, можно все отсканировать и на флешку. Но, тем не менее, все равно труда на это уходит, как вы понимаете, очень и очень много. Конечно, это надо отличать от имитированного расстройства в отношении себя. Вот очень многие люди с имитированным расстройством тоже жалуются на плохую память. Но это является обманом и притворством. Даже если у них есть какие-то небольшие нарушения памяти, то они это все усиливают. И, на самом деле, очень важно понять, что это тоже расстройство. Тоже психическое расстройство. Что, на самом деле, это психическое расстройство, оно не является симуляцией. Потому что симуляция – это когда человек делает что-то для получения конкретной выгоды, и его действия понятны. Ну, например, я всегда люблю приводить. Упал игрок-футболист на поле, лежит, умертвый совсем, умер уже и требует красной карточки. Или там требует, я не знаю, штрафного, или пенальти. Или просто тянет время. В общем, это симуляция. Здесь нет. Вот эти вот выгоды, они не столь очевидны, и они кажутся малоизвестными. На самом деле, приоткроем дверь. В общем, понятие, почему, собственно говоря, люди имитируют нарушение памяти. Хотят сочувствия. Это точно понятно. Тяжелая ситуация. Ипотека, кредиты, родственники, тяжелая работа, падает заработная плата, увеличиваются цены, не хотят ходить на работу, кажется, она неинтересная, разонравилась. Ну, и вот такие люди идут ко врачу, и действительно, врач иногда, иногда ошибся, не все, но психиатр таких больных может оценить как больных, страдающих шизофренией. Вы скажете, как же это такое? Шизофрения. Двухглавый дракон. С одной стороны, гипердофаминовые симптомы, повышение активности дофаминовых нейронов, с другой стороны, гиподофаминовые симптомы, они же негативные симптомы, это падение активности дофаминовых нейронов. Так вот, гиподофаминовые симптомы, это суженный, притупленный, уплощенный эффект, это скудость речи, это обулии, отсутствие стремления или мотивации к достижению значимых целей, а социальность, снижение и отсутствие вовлеченности в общении с другими интересами к социальному взаимодействию и ангитонии, неспособность испытывать удовольствие от обычно приятной деятельности. Казалось бы, здесь нет никаких нарушений памяти, но наши психиатры на самом деле, они не очень, ну так сказать, ориентированы, не очень они бедрят. Ну, мы здесь приводим фотографию Василия Шурова, у нас есть целый прелист про Василия Шурова, посмотрите. Ну, не очень они понимают, разбираются в этих самых диагностических тонкостях. И особенно, если это, предположим, эпохондрическое расстройство, человек ходит и жалуется. Ну, и как тут, в общем, не признать, что человек тяжело болен, ну и стало быть, конечно, шизофреник, потому что именно шизофреники тяжело самые больные, потому что шизофрения – это основной диагноз в отечественной психиатрии, шизофрения объясняет всё. Поставили шизофрению, это значит, что пациент не лечится, или плохо лечится, или достает психиатра, но если диагноз шизофрения, и он куда-то будет жаловаться, в общем, никто на это обращать внимания не будет. Зачем я это всё рассказываю? Ацетилхолиновая система, ацетилхолиновые нейроны – очень разветвлённая система, которая отвечает за нашу память. Почему это очень важная система? Смотрите, какая разветвлённая, если вы присмотритесь. Потому что, когда мы с вами что-то вспоминаем, мы с вами вынуждены обращаться к различным участкам коры головного мозга, потому что наши с вами воспоминания – это суть деятельности мозга. Так вот, ацетилхолиновые нейроны и их работу можно на самом деле легко прекратить. Для этого надо просто снизить активность холинорецепторов, разных холинорецепторов. Ну, прежде всего, очень и очень доступны М1-холинорецепторы, которые располагаются в центральной нервной системе. Поэтому нейролептики действуют охотно, не только на дофаминовые нейроны. Вот здесь показано, как они действуют. Вот дофаминовый нейрон первый, спускает дофамин, нейромедиатор, тот доходит до второго нейрона, присоединяется к постсинаптическим Д2-дофаминовым рецепторам, и, собственно говоря, возбуждение катиста дальше. Но если здесь стоит нейролептик у этих самых рецепторов, то дороги дофамину нет, дофаминовая активность падает. Но падает не только дофаминовая активность, но падает и ацетилхолиновая активность тоже. Ну и, соответственно, если дают нейролептики, то многие из них снижают ацетилхолиновую активность. Это просто побочный эффект. Вот здесь они выделены красным. Это лонзопин, флофеназин, перфеназин, перициазин. В общем, читайте сами. Клозопин, квитиопин. Очень-очень любимый нашими психиатрами, да и даже неврологами. Вот. И тогда у человека, который пришел жаловаться на память, начинаются настоящие нарушения памяти. Картина становится довольно сложной. Но дело не только в этом. Дело в том, что нейролептики, они подавляют дофаминовую активность по всему головному мозгу. В том числе и там, где никакой шизофрении нет. Это так называемая стриарная система, которая занимается, экстрапирамидная система, которая занимается двигательной активностью. Снижая активность нейронов там, это приводит к лекарственному паркинсонизму. Посмотрите, у нас есть целый плейлист, называется «Движение и нейролептики нарушения движения». Так вот, тогда, чтобы снять уже этот побочный эффект, назначают холинолитики. В частности, циклодол или бипериден. А почему их назначают? Ну, потому что при снижении дофаминовой активности, ацетилхолиновая активность может возрастать или компенсаторно возрастать. А это еще больше ухудшает состояние человека, еще больше нарушает его движение. Поэтому используют холинолитики в качестве корректора. То есть, препараты, которые снижают активность ацетилхолиного системы. Ну, и это очень и очень распространенное явление. Вот у меня есть статья «Результаты программы Анкарпси, антипсихотики и корректоры психиатрии». Там есть подробная информация на эту тему. Дело в том, что вот это оттуда данные, что годами назначают нейролептики. То есть, люди принимают нейролептики по нескольку лет. И они тоже могут обладать холинолитическими свойствами. Вот обратите внимание, клозапин. Там, предположим, 2 года. Аланзапин 2 года. Или квитиопин. Там почти 2 года. И вместе с ними назначают, например, циклодол на 4 года. Значит, это обеспечивает полноценное отключение ацетилхолиновой системы. Значит, память у человека будет нарушена. То есть, он пришел к психиатру с жалобами на плохую память. И навязчиво ходил вокруг психиатра, требовал лечения. И ему нарушают память. И, соответственно, у него возникают проблемы с памятью. Клиническая картина в этой ситуации очень-очень сложная. Поди, отдели. Где, скажем, действительно нарушение памяти? Ну, так скажем, мнимые похандрические. Это не значит, что мнимое психическое расстройство. Просто мнимое нарушение. Либо... А где расстройство уже настоящее? Которое в результате возникло достаточно длительного приема нейролептиков. Кстати, последствия длительного приема нейролептиков изучаются. Но я бы сказал, что не так уж они хорошо изучаются. Как-нибудь мы к этой теме, конечно же, обратимся. Как бы то ни было, вы должны знать, что если вы будете упорно в среднем и молодом возрасте жаловаться психиатру на нарушение памяти, то может случиться вот такая с вами неприятность. Вам назначат нейролептики. Вместе с циклодоломом вам станет хуже. Кто предупрежден, тот вооружен. Комменты, лайки. Ну, подписывайтесь на наш канал. Пускай об этом знают все. О такой неприятности. Ну и становитесь спонсором нашего канала. До новых встреч.